Добрейшего мариманы, вспомнил я значится один вопрос, которым задавался будучи еще совсем юнгой. И звучит он как-то так. А вот чего бы такого прикупить на втором ранге? Барракуда? Ну как вариант, та и есть она уже и надоела она. Быть может какой-нибудь авианосец? Неплохая мыслишка, но к сожалению нормальный всего один, это КВН-68 Аканимец. Да и дот уже обкатан до дыр. Хочется чего-нибудь простенького, какой-то вот бытовухи, самого что ни на есть обычного корабля. Желательно конечно еще, чтобы он игрался достойно. Поэтому сегодня я расскажу вам о том, как себя чувствует Курама на втором тире в игре под названием Modern Warships, о корабликах и не только. А для начала по традиции немного истории. Курама был вторым эсминцем класса Шеран, состоявшим на вооружении морских сил Японии. А нес он службу вплоть до 2017 года. А 12 июня 2018 года корабль отошел во время буксировки из Сосеба, а затем был фактически утилизирован новой торпедой, выпущенной из подводной лодки все тех же морских сил Японии. Однако в каких-либо боевых действиях участия он не принимал. В основном бороздил учения различных стран. Но мне удалось найти один случай столкновения и борьбы с подводной лодкой класса Хан, принадлежность которой так и не удалось выяснить, ровно как и итог стычки. Только вот было это аж в 2004 году. А вывели Кураму, как вы помните, в 2017. Соответственно, можно предположить, что Япония содержал победу. Теперь вернемся к игре. Учитывая, что обладает Япония с таким же вооружением, как и в реальной жизни, то теория о том, что ему таки удалось дюжить подлодку, может быть вовсе не теорией. А располагает Курама аж двумя торпедными аппаратами в одном слоте. Как раз таки эсминцу я предпочитаю ставить шквалы, дабы они быстрее настигали цель. Помимо этого, на борту расположились целых две пушки, так еще и в одном слоте. Сюда можно устанавливать 210 типы. Их огневая мощь крайне высока, однако точность подкачивает. Если у вас имеется немного лишнего золота, то можно прикупить итальянскую Бреду, которая бьет не хуже. Однако при этом обладает гораздо лучшими показателями точности. И на сдачу идет гранатомет в один слот. Сюда можно ставить, к чему душа лежит, но это должен быть именно гранатомет. Так как он всего один, а особых показателей точности и урона ждать не стоит. Зато торпеды сбривать им одно удовольствие. Получается, что даже Барракуди будет проблемно нас уничтожить. Ведь мы можем сбивать ее торпеды по КД, а она в свою очередь не сможет отводить шквалы. Конечно, не обошлось тут и без слота под вертолет, в который я погрузил Апач. Кстати, про воздух. ПВО здесь маловато будет. Но учитывая, что это второй тир, то в принципе сойдет. Сам же Курама тот еще фрукт. Топит не больше 20 узлов, что конечно далеко не самый лучший показатель на уровне. Хотя и радар у него достаточно хороший, почти 9 километров за света. Да и прочностью его также не обделили. 280 тысяч единиц здоровья без пары копеек. Чего можно добавить в заключение. Курама один из лучших экземпляров не только среди кораблей второго тира, но и на своем уровне. Даже Барракуди следует брать его в расчет. На нем спокойно можно прокачиваться вплоть до 25 уровня. И при этом иногда вспоминать былое, возвращаясь на второй тир в лице Курамы время от времени. А главная часть подошла к концу. Далее будет парочка боев. Один с комментариями от меня, а другой без, если я вам уже острочертел. Рад был вещать. Коль понравилось, ставьте лайк. Если нет, дизлайк. Мои старания можно оценить подпиской на канал. Это абсолютно бесплатно, а мне будет безоговорочно приятно. А знаете ли, я довольно таки давненько не спускался на второй тир. Посмотрим, как нас раскинуло. У них Барракуда, у нас Барракуда нет. Уже плохо. Но вроде кого-то опасного для себя я не вижу. Главное не нарваться на толпу. Вот, можно сейчас в принципе запустить вертолет и посмотреть, кто куда поплыл. Но я уже вижу, что они все поплыли вон туда. Поэтому мы можем двигаться по этой линии, и все будет хорошо. Нужно распилить остров, вот этот маленький, точнее, этот айсберг небольшой, льдинку. Добраться до Ихавика, и потом до Барракуды. Ну, потому что я думаю, у меня есть вообще все шансы против этой Барракуды. А, они там плывут. Ну, давайте пробовать. Да, я, конечно, тут еще стрелок ворошиловский с телефона. Да, и в целом, это такой корабль-дробовик, на котором лучше в упор подплыть, и тогда уже прям наваливать. Вот это вот, судя по всему, будет Барракуда сейчас, да? Да, ну давайте, я же говорил, что можно Барракуды размотать. Вот, давайте пробовать. Давай сюда свои торпеды. Сбить, сбить, сбить. Получится ли? Ну, если не получится, то в любом случае можно уплыть. А меня, судя по всему, накрыл и Айвик, да? Ну, если меня накрыл Айвик, то у меня ничего не получится. Ну, мне он вроде совистник тоже подоспел на помощь. Так. Сбить, 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 сбить. Ага. А вот не все она сбивает. И я, походу, заплыл куда-то вообще не туда. Да. Я, я поторопился. Но Барракуда уже не жилец в любом случае. Да и как и я, в принципе. Ну, добей, добей, добей. Отлично. Барракуда убили. Может быть, и я еще выживу? Если успею сейчас аптечку заюзать. Да, смотрите, выжили, выжили. Конечно, не без помощи союзника, но сдюжили, сдюжили. Авианосец там стоит. Ну, мне надо отхилиться немного, я тогда смогу за ним поплыть. Сбить, 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 сбить. Какие болючие корпеды, говорю, торпеды пускает вертолет. Ну, ладно, давайте пробовать что-то делать дальше. Назад. Нормально так. Ну, это интернету весело. Так, поплыли. Торпеды. Пушки. Ремонт. Там можно игра никому. Пушки. Торпеды. Ловушки. Пушки. Ну. А там все нормально. Так, сбить вот это вот. Какой вредный вертолет, давайте свой выпустим. Может быть он соизволит по нему пострелять. Ну, сейчас будет больно. Минус 40 тысяч, классно. Ну, что я говорю, ПВО, конечно, слабенькое. Ничего не сделаешь. Ну, я в любом случае уже почти добрался до эхавика. Я хоть успею его погрызть немного. Ну, да, в принципе, он может, конечно, выпускать сколько угодно свою авиацию, но я уже добрался до него. У меня тут торпеды, у меня тут все, что хочешь. Ну, привет, дружище. Ко мне весь бой тут кошмарил. Отводим. Торпеды. Пушки. Гранник. Так, там еще вертолет должен где-то быть, вроде как. Бам. Торпеды, давай, 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 давай. Пиляй, пиляй, пиляй его. Стоп. Давай назад. Давай ахилку. Давай гранник. Торпеды еще. Пушки. Не, пушки прямо в упор, конечно, наваливают. Тут ничего не скажешь. Получится ли его запилить? Я уже начинаю сомневаться. Ну, вроде как должно. Да, смотрите, получилось. Ну, такой вот нелегкий бой получился. Хотя, урона я как-то маловато даже нанес, всего лишь 700 тысяч. С другой стороны, это второй тир. Да и, в принципе, я все равно на первом месте. Ну, признаюсь, да, вначале я допустил, конечно, ошибку и чуть не погиб из-за этого. Ну, в любом случае, видите, как бы Курама... Курама может нас... Ээээ... Надавать по щам. Есть право на борт. Руль право на борту. Бэки-2, орудие токс. Токс выполнена. Право на борт. Есть право на борт. Руль право на борту. Лево руля. Есть лево руля. Руль лево 15. Токс выполнена. Рызер крёплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплирплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплироплиропл На радаре спуск ракеты курсом на нас. Перед 3-4-0. Ракетные ловушки отстрелять. Обнаружена атакующая торпеда курсом на нас. Быстро приближается. Командир УБАЧ-3 приготовится к уничтожению торпеды. Товарищ ГВ-1, торпеда вышла! Ракеты уничтожены! Ракеты уничтожены! Ракеты уничтожены! Стрелять по моей команде! Орбейные аппараты в ТОС. Стоп в обе машины. Ракеты ловушки отстрелять. Правая руля. Есть правая руля, ручка ла-10. ЭКБ отпустите. Эйва перел в 2-2-0. Дистанция 1-6. Эйва к чувствуете из мохленков. Упловая протяженность 6 градусов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Редактор субтитров А.Семкин